всем привет продолжаем работать период самоизоляции вот у нас тут машинка kia sportage 3 не всем так уже надоевших дизельный это даже не к дешка мишель здорово привет свое кодовое имя печник скажи я печник я печник бородатый печатать расскажи пожалуйста людям что делаешь вообще что происходит слушай ну приехал короче спорты же говорит что-то это тяга пропала не едет и как-то он так громко работал ну и как бы еще хозяин заметил что у него там весь бампер задний в масле в общем сразу решили посмотреть что там снизу вдруг там поддон пробило еще что там пробку не закрутили всякое бывает трубка надо тоже самое на турбине в общем поднимаемся в масле ну как бы течи особо таких нету и увидели что выдавила задний сальник коленвала принципе здесь он заметно хорошо ручили есть тут видите все в масле в черном вот ну и в общем начали ковырять смотреть уровень проверили ну масло в принципе было на минимумами турбина вроде живая туда-сюда но обычно что них турбины разваливаются вот ну и как бы такого всего ничего серьезного не увидели ну когда долили масло запустили двигателю заметили сразу что он троит вот но естественно первые предпосылки это как обычно у нас что считается что это форсунка вот попробовали подключать выяснили что 4 форсунка потом еще перед тем как поменять форсунку вообще принимать решение менять форсунку или нет еще раз его запустили увидели что очень сильные картерные газы это и дало объяснение почему нас выдавила задний сальник коленвала вот и что в итоге в итоге снимаем четвертую форсунку ставим компрессометр меряем компрессию а там ну естественно там были надежда на лучшее были надежда на лучше но естественно если картерные газы все прекрасно знали что это поршневая группа но были надежды вдруг там клапан прогорел еще что-то но в итоге снимаем голову и смотрите чем тут видим поршень накрест лопнул первая да у нас вот она трещина до конца не дошла да не вот она идет но не до конца да и вот она вторая поперек такого мы честно говоря еще не встречали видели мы что они прогорают но чтобы лопнуло это вообще прям очень интересно да кстати мы забыли сказать что такие спортейши уже говорил 3 до 4 аша пробег 252 тысячи предыстория человек ехал по трассе на дачу и вдруг она раз на ходу начала троить ну соответственно привез к нам постоянно обслуживается прям прям удивительно очень вот так вот сейчас что будем делать скажи будем дальше отделять коробку от двигателя и разбирать его смотреть что-то с поршневой кроме поршни что-то еще там произошло нет печника ты вчера очень нервничал что раздатка не вылазит ну-ка доложи команды все нормально блин тяжело выходила но вытащил очень тяжело входило смотрите какие шлицы они еще не срезались и очень что-то пыль нет до ржавчины очень много вот так вот но достал не делал у нас профилактику полного привода не смазывал потому что вообще с ухо ты же видишь доме 252 тысячи тоже результат может это уже не первый раз согласен в общем отвлекусь пока от тебя не против когда я уже двигатель буду раскидывать ну или уже раскидаешь я понял давай миша привет слушай расскажи у нас тут изоляция майские праздники продолжаем работать но не шли не точно будет скажи в отвлекись 5 минут просто расскажи чем занимаемся что делаешь что происходит пропала тяга заморгало давление масло пока газ дает вроде едет газ бросил заглох подняли на квартире на подъемнике сняли поддон а там фантики высыпались уже от turbo нет наверное от 3 что на 4 шатун сухой сейчас снимаем мотор чтобы одифицировать все понять человеку надо другой мотор или этот бы там капиталить я понял так что как-то вот так вроде он уже такой подумывает да об восстановленном моторе там за машинкой стоят так ну а тут коленвалу сто процентов умер в общем на данный момент ты снимаешь двигатель правильно все штатно пока ничего нет кроме кронштейна отломанный да он просил попробовать выкрутить но мы попробуем но не гарантирую они увижу рун да да он в рост там уже ну понятно но будем пробовать да так все просил это же бибер еще не гортом да здесь заглушка грамот да она толстая и она течет тут тоже сверху у него суху не ловят от немножко да он стал 300 пробега в нем уже только то что он знаешь что 300 там еще не забыли скорее отмотать чуть-чуть в общем выдергиваем для малыша ладно подойдет чуть позже здорово диман что делаешь расскажи пожалуйста вкратце пока у нас тут оцепление оцепление то вкратце чё то есть наш клиент постоянно постоянно приезжает от его на мелкие ремонты и в принципе ситуация такая что у него давно уже постукивает попросил нас на прошлом того послушать посмотреть что же там стучит и стучит там понятное дело уже цилиндропрошневая группа как раз свечи меняли лазили эндоскопом смотрели ну как всегда то есть второй третий цилиндр задат и будем поэтому будем снимать так и решился клиент понятно в общем ты на капиталку синие да я на капиталки мне повезло я понял что делаешь радиаторы мы пандемия пандемии до тепло на улице надо мыть радиаторы господи там смотри там по-хорошему бы наверное загнать просто и в мотор бы сверху что может сполоснем тоже тут можно начать что блок управления не спали сейчас на что откачиваем кондит правильно расскажи вкратце радиаторы как тут снимают ну кто может радиаторы вверх выходят кондиционер откачиваем откручиваем две трубки от кондиционера в принципе они все сюда выходят не будем отвлекать вещай мишель ну что раскидали моторчик принципе не все так печально как казалось в принципе будем делать то что и предполагали вкладыши более или менее живые но есть выработка если там хорошо рассматривать например да потертости видите так бы он бы еще походил если мы сюда не заводили ну раз уже залезли почему бы его не поменять правильно блоком у нас принципе тоже все более или менее но вот тут вот видите продрала но как бы сильно не цепляется но двигатель довольно таки очень сильно нагруженный и поэтому мы считаем что лучше ему нагильзовать в принципе тогда он будет бегать долго и счастливо пойдемте посмотрим на наш поршень план наш красавец смотрите как он красиво тут разошелся естественно откуда нам взяться компрессия тут он тоже интересно он выглядит видно да вообще красота куда-то потерялся кусочек колено выглядит тоже ничего но мы его все равно отвезем на промер как бы чтобы не было проблем дальнейшем и в принципе все на этом все полномочия как бы это там до крылья саживая до скрыли саживать ну катализатор саживай ну конечно в принципе вот она причина я думаю нашей поломки хочу думаешь противодавление конечно температурка давление повышенная смесь все как бы влияет думает что это проходит бесследно за такой пробег а нет смотрите ну это как бы керамика тут ничего страшного вот так вот это задняя часть видите вот прям вот забитый а вот он внутренняя часть и прям смотрите пол катализатора она тупо не не имеет пропускной способности для них массажа вообще-то сейчас если мы начнем ковырять там не будем так как просто пока что же время в тот же час пред ну чё ты расскажешь нам чуть-чуть о моторчике мы последний раз встречались когда саживать фильтр для разобрался рассказывать что сделали слушай ну мы тут в общем предлагали клиенту поменять все поршня гильдануть все цилиндры и как бы поменять вклады шел сделать нормальный рябил к этому мотору чтобы он еще послужил долго но учитывая трудное нынешнее финансовое положение в эту частную пандемию вот клиент решил сэкономить но кстати неплохую сумму денег но все-таки все он не захотел делать мы загильзовали один цилиндр 4 который прогорел поршень мы вам показывали смешной и веселый поменяли один поршень и в принципе комплект прокладок и собрали все на старых запчастях потому что ну сами понимаете финансовое положение сейчас не всех позволяет делать такие ремонты натяжитель новый да да натяжители обязательно новые чтобы они не стучали в принципе вроде все собралось неплохо компрессии есть во всех цилиндрах все как положено ну как бы время покажет время покажет да да так еще что даже вы удалили катализатор удалили как мы в принципе считаем что это скорее всего и было причиной потому что катализатор мы вам показывали он очень сильно был забит и сажевый фильтр он тоже был внутри оплавленный естественно смесь при такой сажевой фильтре идет очень богатая как бы неудивительно что поршень прогорел лопнул и произошло еще мозги прошли это естественно иначе просто ехать не будет по-человечески сейчас что будешь делать сейчас мы снимем подрамник сунем обратно этот двигатель и прилет кататься как думаешь что не заведем обязательно заведем мы может даже его сегодня и отдадим ладно не буду отвлекать все ставишь да да конечно ну что михаил застали вас уже на улице двигатель поставил не прошло сколько мы ну давай вернемся все стоит на месте все хорошо что мы сделали мы поменяли поршень удалили сразу катализатор заглушили механический эгр это мы всегда делаем обязательно в общем починили мотор удалили экологию и в принципе все собрали поставили на место автомобиль проверили течи нигде нет прокатились сделали то есть драйв чтобы понять как он едет едет прям как пуля вот я думаю клиент останется доволен и в принципе скажем так небольшими затратами восстановили двигатель его полноценное рабочее состояние нормально ездить конечно стоило сделать то что мы рекомендовали ну как бы желание клиента для нас закон и как бы мы сделали то что сделали подписывайтесь на наш канал и не ломайте всем пока